всем привет недавно рассматривали такую вот схему очередной работы клапанов и теперь давайте рассмотрим как нам задать вот эти значения для таймеров для того чтобы создать дополнительный блок преобразовать допустим синтежер в этот формат сначала нужно изучить как он формируется вот есть вот такая вот таблица здесь показан как формируется наш формат из 5 тайм это таймеры пришедшие с 5 асиматика у них вот свой формат получается формат заданный занимает слово из них первые три но первые первые три полубайта это у нас в три цифры в bsd коде задаются и вот эти два бита задают базовую единицу времени это у нас 12 и 13 бит вот как здесь мы видим допустим цифра 352 352 это единиц и умноженное на 0 1 1 1 1 это нас когда 12 бит единица 13 0 это базовое время 1 равно 100 миллисекунд значит 352 умножается на 100 миллисекунд и получаем заданное время теперь давайте напишем дополнительную функцию для этого добавим функцию дадим имя 1 1 будет 100 пишем интежер с 5 тайм и комментарий нажимаем окей запускаем модуль запустили функцию теперь в ней нам для нужный вход наш будет вход тайм тайм интежер формате интежер база тоже формате интежер подписали база у нас получается нулевая при нулевом значении будет множитель 10 миллисекунд при единице как бы множитель 100 миллисекунд при двойке одна секунда и при тройке 10 секунд заходим в темп нам нужно будет теперь еще одна вспомогательная величина временная напишем ты тайм и тоже интежер и так же самое теперь на выходе у нас будет можно написать таймер таймер с с 5т выбираем формат из 5 тайм и все и начинаем первый нетверк это у нас будет преобразовываем сначала наше задание в bsd код так смотрим наш pdf файл в нем мы видим максимальное значение bsd кода должно быть 999 здесь здесь вот указано что от единицы можем с максимально задать до 999 поэтому программе нужно сделать нам ограничение и диапазон который может выдать у нас задать на таймер это 10 миллисекунд до двух часов 46 минут 30 секунд так переходим тогда наш редактор ставим компаратор компаратор больше ли равно здесь наше значение входная величина тайм интежер копируем если это величина больше либо равно 999 тогда мы можем производить преобразование следующее наше действие переводим открываем конвертер теперь нам нужно интежер в bsd значит берем тайм интежер и в нашу временную величину копируем все скопировали теперь вот тут это мы ну произвели преобразование теперь нужно добавить вот эту добавочку вставочку ее мы добавим через логическую операцию со словом или так заходим следующий наш нетверк это у нас будет база 0 пинцер нетверк вот так надо теперь компаратор равно интежер база если вот наша база равна нулю наше переменная копировать вставить и сюда нужно вставить формат нам надо доставить когда база у нас 0 открываем наш учебник у нас бинцер бит 13 и бит 12 равны нулю ну как бы открыть конкулятор понятно что два байта вот этот 12 и 13 равны нулю и в 16-ти ричном формате это 0 как бы понятно пишем word решетка 16 шутка 0 пост это нас туда из 0 копируем ставить теперь следующий у нас base 1 для base 1 нам нужно вот база во время 1 12 единицы 13 0 открываем наш калькулятор 12 12 единицы 16-ти ричную систему ставим это у нас 1000 здесь вместо 0 ставим 1000 enter следующий следующий двойка так ну и здесь же единица здесь единица здесь двойка здесь мы смотрим у нас двойка должна быть бит 12 0 бит 13 1 12 0 13 1 это 2000 2000 ставим 2000 2000 и тройка так поставили тройку теперь смотрим для тройки для тройки у нас 12 13 бит должны быть единицах это 10 секунд у нас так конкулятор 12 12 13 это 3000 так 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 стоп Следующее действие передаём на выход. Так, команда MOV, здесь наша TTIME. И на выход Output. Так, всё, схема готова. Сохранить. Сразу загружим функцию. Процессор не ушёл в столб. Так, переходим в FB1. Теперь, чтобы добавить сверху Network, нужно выделить надпись здесь. Выделять здесь и добавлять. У нас Network добавится ниже. Выделяем здесь. Нажимаем Network. Вставляем нашу функцию. По идее, должна быть уже тут появится. Вот она, C100. И ещё раз Network. C100. Здесь мы зададим 2. Пусть будет пока 2. Так, база единица. Это у нас одна секунда, это двойка. Так. В темп добавим Time Impulse Pulse и Time S5. И Time Cycle. Тоже S5 Time. Пусть будет вставляем. Теперь Pulse у нас здесь. Что такое? Сейчас копируем и вставляем во все импульсы. и циркл. Здесь полз цикл, полз цикл, полз цикл. Сохранить, загрузить. Делаем очки. Вот сейчас две секунды, две секунды. Можно EV10 и EV12 взять. Сохранить, загрузить. Здесь у нас по нулям. Здесь пусть у нас время 4, и так полз 2, а цикл должен у нас быть больше 4, здесь 2, 2 секунды, здесь 4 секунды. Проверим его работу. М10.0 старт. И Q04. Вот наши таймеры работают. Теперь давайте проверим наши базовые значения. Допустим, мы если ставим 0, сохранить, загрузить. В итоге у нас получается 10 миллисекунд на 2, получается 20 миллисекунд импульс. 10 миллисекунд. Если ставим 1, у нас получается уже 100 миллисекунд. Вот так, базовая 0, 10 миллисекунд, 1 100 миллисекунд. Вот у нас получается 200 миллисекунд. Двойка. Сохранить, загрузить. Это секунда, это уже было. 2 секунды. Тройка. Сохранить, загрузить. 20 секунд. Тройка, это уже 10 секунд, умножаем на 2. Ну, можем теперь самый максимальный поставить, какой у нас есть. 999. Вот самое максимальное число, которое задается в таймер, это 2 часа 46 минут. Давайте сейчас еще можно добавить 1. У нас есть значение 10 миллисекунд, 100 миллисекунд, секунда и 10 секунд. Давайте добавим минуты. Чтобы нам добавить минуты, мы должны понимать, что максимальное число, которое мы можем задать, это 2 часа. 2 часа, это у нас 120 минут и плюс 46 минут, это 166 минут. Поэтому мы надо поставить ограничения максимально можем вводить только 166 минут. Так, если мы здесь попробуем ввести что-нибудь еще больше, то у нас... 119. 129. Так, а почему ограничения... Сейчас откроем, посмотрим. Добавляем. Так, давайте теперь создадим значение для минут. Здесь ставим компаратор, так остановим пока, здесь ставим компаратор, это у нас будет базовая, компаратор меньше либо равно, получается база меньше либо равно трем, сюда ниже, здесь у нас будет компаратор, компаратор равно равно и здесь база равна четырем, если база равна четырем и таймер интежер меньше 166. Так, теперь нам, чтобы преобразовать, нужно еще одна вспомогательная, временная величина. Скопируем, ставим, вместо единички напишем минуты для минут. Вот. Так, теперь здесь мы проверили, теперь нам нужно произвести умножение. Так, не так. интежер функции, ага, вот. Так, теперь мы берем наше значение time integer и умножаем на 6. То есть, так как у нас при тройке при базе равной трем идет 10 секунд множитель, чтобы получить минуту, вот у нас 10 секунд множитель при тройке, чтобы получить минуту, нужно умножить на 6. Поэтому мы предварительно цифру умножаем на 6. переводим нашу временную и интежер в bsd-код переводим. Так, отменно. Не сюда и надо, а сюда. Интежер в bsd-код. Тайм минуты. Угу. Тайм минуты. Всё. Здесь мы перевели. Создаем новый network. Подписываем его 4. Здесь база у нас будет 4. Здесь это всё остается, только здесь мы вставляем наш... нет. Наш тайм. Значение, которое мы смоделировали для минут. Преобразовали. Сохранить. Загрузить. Надеюсь, ничего тут не испортили. Переходим. В b1. Меняем здесь на 4. Сохранить. Загрузить. Всего 4 минуты. Забиваем 10. 10 минут. 60. 61 час. 166. 2 часа 46 минут. И здесь тоже у нас 2 часа 46 минут. Всё. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok